Майчин язык, так болгары называют свой родной язык, язык матери. О функционировании славянских языков и литературы в контексте языковой ситуации в Молдове говорили участники Международной научно-практической конференции. На этот раз она прошла в лицее имени Тузлова в селе Кирсово. Организатором мероприятия ежегодно является Камрадский госуниверситет. Эта конференция, в принципе, спачивает всех учителей, то есть они имеют возможность обменяться своими докладами, обменяться своим опытом и друг у друга перенять опыт и внедрить в своих школах преподавание болгарского языка и литературы. В конференции приняли участие преподаватели болгарского языка и литературы разного уровня, от детского сада до магистратуры. Как правило, мероприятие проходит на болгарском языке. При этом подчеркивается главное достижение братьев Кирилла и Мефодия – азбука на кириллице. И за запазване на националната идентичност през перипетите и изпитанията на време. Изразявам дълбокото си уважение към всички съвремени просветители, учители, българисти, хорами просветки и културата. Как то и казал, святи Константин Кирилл, философ, болиса без книги, всички те народи, а пытеткам знания то, и светлина, на души те на холодно. Такие форумы позволяют акцентировать внимание как преподающих, так и изучающих языки на сохранение и развитие своей языковой культуры. Важность этого мероприятия в том, чтобы мы сохранили свой родной язык, чтобы мы приумножали знания болгарского языка, потому что, к сожалению, современная молодежь, современные мамочки начинают говорить уже на чужом языке. Еще в начале 90-х, когда только начинали изучать болгарский язык как родной, учебных пособий и литературы едва хватало. Теперь ситуация значительно улучшилась. Есть достаточно хорошая поддержка болгарской стороны. Мы находимся сейчас в уголке, трудно его назвать музеем, но мы его называем больше Бабину Тукетчи, Бабушкин уголок. Здесь сосредоточены предметы, которыми пользовались наши прабабушки, прадедушки. Международная конференция объединила учителей-болгаристов из разных населенных пунктов Гагаузии и Молдовы и приурочена к празднованию Дня славянской письменности и культуры. Мы являемся не только чтителями великого дела братья Кирилла и Методия, но и также продолжателями дела наших братьев, славянских братьев и продолжаем развивать наши славянские языки. Это русский, болгарский, украинский, которые существуют на нашей маленькой территории Молдовы и нашего маленького, но богатого края Гагаузии. Болгарский язык в Гагаузии изучают более полутора тысяч девочек и мальчиков. Методика преподавания с года в год совершенствуется. Изучению и сохранению традиций культуры болгарского народа также уделяется особое внимание. Майя Славова не случайно пришла на конференцию в национальном костюме. Это не только показать, что я имею болгарские корни, но и то, что сегодня праздник души, потому что по традициям все народы национальные костюмы одевают только в большие праздники. И эта конференция стала действительно большим праздником, который продолжился концертом с участием 16 творческих коллективов из «Автономии». вот этого сны. Продолжение следует...